Запуск нереалки, я подумала, ну и пока я сижу, знаете, накручиваю себя, я подумала, что, наверное, это интересно рассказать вообще, что мы готовим, что я как директор всего, как человек тревожный, готовит перед запуском, чтобы всё-всё было, значит, готово. Итак, первое, что я всегда проверяю, это рассылки и стараюсь это делать заранее. Рассылки — это такая вещь, которая уходит не сразу, то есть если база большая, то она уходит в течение нескольких часов, а то и дней, в зависимости, опять же, от размера базы, зависит от Сендлера, зависит от того, где делается саморассылка. Это на самом деле очень муторный процесс, поэтому её желательно всегда запускать заранее. Опять же, время, когда рассылки открывают вот этот читабельный момент, он очень определённый, очень специфичный, поэтому там, опять же, свои танцы с бубнами, и, соответственно, вот рассылки — это та головная боль, которая всегда, знаете, вот что вот заранее — это рассылки. Потом я всегда проверяю, чтобы сайт работал, чтобы все ссылки были корректные, чтобы все цены были корректные, потому что, как правило, цена может меняться, если у нас есть необходимость, например, поменять там через первые минуты или через первые 24 часа цену, мне надо, чтобы дизайнеры, вообще люди, которые этим занимаются, тоже были на связи, чтобы они были в курсе, чтобы они поменяли, если что, и так далее. Это тоже определённая графа расходов, потому что из-за того, что всё-таки у нас разница во времени, и команда вся находится в разных тоже уголках и страны, и мира, это такой достаточно тревожный момент. И поэтому тоже уже методом проб и ошибок я знаю, что всё желательно договаривать, обговаривать заранее. Ещё из-за того, что очень часто у нас меняются всё-таки люди в разных проектах под разные задачи, у нас меняются и дизайнеры, и те, кто собирает эти лендинги. И ты уже не помнишь в какой-то момент, с кем ты обговаривала, с кем ты не обговаривала это. Поэтому я стараюсь тоже, когда мы только начинаем сотрудничать с новым человеком, всё это вываливать на него, потому что я могу просто в ходе и всего забыть. Что ещё? Ещё я люблю готовить несколько вариантов сториз. То есть если у нас анонс идёт через сториз, ну в том числе, для меня очень важно, чтобы это были в разного формата. Потому что, ну, в отличие от меня, есть люди нормальные, которые делают прогрев мемасиками, потому что лежат, сидят, перзят и такие, хочу сделать мемасиками. Люди, как правило, нормальные готовятся, просят, заказывают у сторимейкера. Я тоже в том числе заказываю сторимейкера. Проверяю, чтобы вся информация была актуальна, потому что ещё очень часто бывает, что если дроп на несколько раз разбит, первая часть дропа не соответствует, ну как бы в процессе, скажем так, могла быть докручена программа, добавились ещё какие-то вещи. Возможно, в ходе прогрева всплыли какие-то новые боли, какие-то новые возражения. И для того, чтобы, опять же, это не было всё в холостую, я стараюсь это запихнуть в новый анонс, если такое есть. Потому что, как правило, дропы, они же разделены на несколько частей. И последняя часть, как правило, уже самая сильная. Она либо на накале работает, то есть она может быть самая... Там зависит от прогрева, то есть и от количества дропа. Если дроп разделён на несколько частей, то последняя часть уже на хайпе делается. Если это самый первый дроп, то, соответственно, нет. Ксюшка вон смеётся, а я вот вижу, до сих пор не могу переодеться после того, как наснимала рекламных роликов. Думаю, раз уж накрасилась, хоть в эфир схожу. Хоть какая-то польза будет от этого макияжа. Я сегодня снимала ролики на... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В том числе это не обязательно связано там с Джиганом, с Оксанкой, ещё с кем-нибудь. То есть это может быть внутренишевый хайп. Вот, вполне нормальный. Я, например, буду сейчас перед дропом росписи сделать внутренишевый хайп про хейтеров. Да, то есть как меня хейтили в блоге по партмаркетинге. Я сделала скрины. У меня, в принципе, всё готово. Мне просто... Ну, как бы ещё мы не анонсируем росписи один, поэтому я это берегу. Не разбрасываюсь особо. Но это в том числе один из инструментов. Да, потому что когда происходит хайп, это даже не с той точки зрения, что ты манипулируешь. Просто большее количество людей тебя смотрят и продолжают смотреть на момент дропа. Да, то есть это как рабочий инструмент, я воспринимаю. Ну, понятное дело, что мне хочется, чтобы больше людей увидели столь с анонсом, потому что когда их вид меньше, а количество людей начинается... Ой, здрасте, я Настя, а я вот пропустила, что вы запускались и так далее. Что ещё? Что ещё? Значит, я проверяю текста, сторис, чтобы все ссылки работали, чтобы все рассылки были. И презентация. Презентация тоже отдельная статья моих эмоциональных расходов. Я, блядь, ненавижу, когда же делать презентации, в том плане, что, как правило, презентация — это что-то очень объёмное. И это такая муторная работа, которую я прям не очень люблю. Но я её всё равно делаю, потому что это часть моих задач. И благо у меня есть дизайнеры. То есть это не то, что я сижу сама верстаю. Просто это очень муторно, когда там, знаете, по 90 страниц каждую надо проверить. Я, как правило, прошу ещё нанимать редакторов, которых я оплачиваю в том числе. Потому что... Ну а что, собственно, уже я не в том, знаете, положении, чтобы сидеть, вычитывать каждое предложение. Но у меня были такие неприятные один раз... Неприятная ситуация была, когда я скинула сайт, файл. Я рассказывала, это очень потрясающе. Я скинула, значит, текстовый документ девушке. И я его проверила на ошибке, сам текстовый документ. То есть я скидывала уже готовый файл. И как-то я так его скинула. И думаю, ну как бы что там? Скопировать, вставить на презентацию. Как бы что сложного. В моей голове это выглядело так. И когда был день, значит, урока, я с ужасом. Мне, значит, пишет модератор. Говорит, там просто ошибка на ошибке. Что это за слайды вообще? Что за безобразие? И я смотрю на эти слайды, я не верю своим глазам. Я думаю, может быть, это я. Ну как бы работала на отъебись. Пошла, зашла в этот файл, значит, в документ. Смотрю, там нет этих ошибок. Я пишу девочке, я говорю, а что происходит? Почему у нас ошибки? Она говорит, а я решила перебить это вручную. А я не проверила, никто не проверил. То есть мы как-то так вот, ну как-то вот все понадеялись друг на друга. Это было два года назад, по-моему. Ну, около двух лет назад. И все понадеялись друг на друга. И все, короче, сидят такие в ахере. Я говорю, в смысле ты решила это перепечатать своими руками? И ты это не про... Ну, в общем, такая была у меня история. С тех пор, конечно, я выдаю, наверное, в raw формате уже файл. Либо прошу нанять редактора за отдельную плату, либо сама проверяю, либо прошу кого-то из команды. Но это в зависимости, опять же, от проекта. Ну, в общем, в целом, да, такая история. И на самом деле так интересно, что, на мой взгляд, даже для тех, кто делает, блин, верстку слайдов, это очень хороший навык копирайтинга. Потому что люди, к сожалению, вот я даже проверяю, проверяя слайды, очень часто замечаю, что человек не чувствует вообще взаимосвязей. Там даже вопрос не в грамотности, а то, что он не чувствует. Вот как вот поиграть словами, где-то перечислить, ну, как бы подсократить и так далее. Хотя там, ну, по-моему, очень очевидно все. Вот. Ну, понятно, что это, конечно, еще я такая с высоты своего опыта уже делала мне этих всех презентаций и программ. Далее, что еще в том числе я всегда контролирую перед запуском? Это саму программу. Очень часто, особенно если брать, ну, через продающие вебы и так далее, мне на самом деле так радостно в душе то, что у меня есть команда, которая помогает мне хотя бы мои вот эти вебинары менеджить, потому что я на свои не могу смотреть вот непредвзято. То есть когда я начинаю смотреть на свои вебинары, у меня начинается вот это, знаете, отвал жопы, потому что, ну, блин, это уже все знают, ну, в смысле будут рассказывать мне, там, Ксюша говорит, да ладно, они тебе первый раз будут видеть, да это люди вообще не в теме, эти люди вообще не из мира в копирайтинге, типа, успокойся. И я такая, да нет же, ну, там же надо квантовую физику рассказывать, иначе зачем это все рассказывать. Это интересно, потому что когда ты на другие проекты смотришь, ты уже смотришь по-другому. Вот. Ну, в общем, значит, соответствие программы и заявленные ценности тоже очень важно смотреть, потому что, опять же, в ходе прогрева, в ходе вообще работ с возражениями очень часто программа может дополняться, потому что люди пишут свои какие-то истории, свои вопросы, свои запросы, свое вот это вот видение, да, свои ожидания накладывать, это тоже очень важно. Еще очень интересно это работать. Какая тема эфира? Обсуждаем Чайковскую Ча. Очень надеемся, что она выйдет и ей больше не зайдет никогда. И еще очень важный такой элемент всего вот этого, всей вот этой шайтан-машины, это чтобы, ну, в общем, чтобы никто не спал, как бы это ни странно звучало. То есть очень важно проговорить со всей командой. Я понимаю, что для кого-то это очевидная вещь, но для многих это не очевидная вещь. Потому что, например, у нас есть сотрудники, которые, ну, понятно, вообще никак не относятся, да, к самому запуску, а есть сотрудники, которые должны присутствовать, даже если они, ну, условно, напрямую не задействованы. И вот со всеми надо, конечно, это проговаривать. Еще у меня очень новая такая, я не знаю, может быть, кто-то это уже внедрял, но как новая, типа полгода где-то я этим балуюсь, хотя, наверное, даже уже год, блин, время так летит, да, уже год. Когда я беру куратора главного вместо эксперта, что это такое? Ну, например, вот самое простое, как сделать запуск без эксперта, это сделать запуск с его главным куратором. То есть вся информация, которая мне, в принципе, нужна для того, чтобы сделать запуск, она есть, она есть у куратора. Если эксперт заболел, отвалил с жопы, ни в ресурсе, ни в потоке, там, я не знаю, ну, всякие ситуации бывают, человек выгорел, очень часто блогеры выгорают, и ты берешь куратора и просто зажимаешь его у стены и общаешься с ним, забираешь у него всю информацию, которая тебе нужна, без задействования у блогера. Ну, в том числе, ну, это не во всех проектах, не везде есть кураторы, которые могут отвечать за самого блогера, но если есть такая возможность, особенно если сейчас меня нанимают на конституционной основе, я стараюсь брать куратора уже. Я говорю, так, ты мне не нужна самому блогеру, потому что по блогеру видно очень часто, он готов работать в постоянку или нет. Вот, я говорю, там, ты мне не нужна, давай мне куратор. И сначала блогер говорит, да ладно, я буду, я готов. Вы знаете, вот, когда блогер заходит в работу, это люди заряжены, они такие на энергию, они такие, да я, да я хочу, я буду, я могу, вот это вот всё. Проходит какое-то время, и ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма, и, в общем, все подзадулись, и на помощь тогда приходит суперкуратор, который дает всю информацию, которая непосредственно нужна для того, чтобы всё прошло гладко-сладко и без участия начальника. Ну, вроде и всё. Если у вас есть вопросы, я готова ответить. Вроде вот так глобально всё. На самом деле, вроде звучит, я думала, как-то это будет подольше, вроде звучит так коротко понятно, но на самом деле это вот, конечно, такая история. То есть она достаточно, когда она уже отлажена, это быстро, на самом деле. То есть это не то, что меня занимает годы, но я помню, что для того, чтобы вот это всё отладить, это, конечно, надо предварительную работу очень большую проводить. Там был вопрос, можно ли у меня обучиться по запускам. Я думаю, что у меня можно будет обучиться по запускам весной. Я хочу сделать проект по самопродюсированию, ну, условно, с кодовым названием «Директор всего». Если вы хотите научиться руководить, я считаю, что я очень охуенный для того пример. Вот. Но, возможно, и нет. Ну, как бы. Я человек вольный. Я хочу делаю, хочу не делаю. Поэтому ничего не обещаю. Вот. Я дизайнер. Всегда копирую тексты. Даже после этого прошу проверить за мной. Да, это очень важно. Проверка текстов очень важна. И на самом деле очень хорошо, когда сам профессионал понимает. Мария без эксперта запускает мемами. Ну, в смысле, я запускаю себя сама мемами. Ну, как может кто-то охуенные такие шутки шутить, кроме меня? Запуск без эксперта — это очень частая распространенная история. Вы даже не представляете, сколько запусков проходит без экспертов. Вы даже этого не замечаете порой. К сожалению, у меня нет такой привилегии сделать запуск без эксперта. То есть без меня. Просто потому, что я не готова дать пока свой аккаунт никому. Ну, и у меня такое... Я вот... У меня такое видение себя вот другое. Я к себе отношусь не так, как я отношусь к своим проектам, где я работаю. Не потому, что я считаю там себя лучше или хуже. Я хочу сохранить вот эту вот свою аутентичность. Вот эту ебанцу я хочу сохранить максимально. Насколько это пока возможно. Я знаю, что сейчас мы будем делать холодный трафик. Я знаю, что сейчас пойдет массовость. И, возможно, ну, я заказываю какие-то, безусловно, там сторис у сторимейкера. Но их можно по пальцам пересчитать. И мне хотелось бы попробовать вот это вот автоматизировать у себя. Не то, что я сапожник без сапог, опять же. Мне нравится та атмосфера, которая у меня есть. Мне это нравится. Меня это не напрягает нисколько. Мне нравится тот оборот, который у меня есть. И мне очень хочется это растить. То есть мне именно хочется пойти через вот эту ебанцу и посмотреть, насколько масштабно я могу это развить. Потому что это же так интересно. Это же экспериментально. Я, на самом деле, на своем блоге очень много учусь и для работы в том числе применяю это потом в дальнейшем. Потому что не у всех есть такая смелость сделать, например, запуск мемасиками. Не у всех есть смелость говорить о своих сексуальных предпочтениях. Не у всех есть смелость делать какие-то, не знаю, разбирать. А мы, мальчики, еще мы разбирали свою комбинацию в прямом эфире. И я позволяю все такие вещи просто, чтобы смотреть на реакцию, получать обратную связь, обрабатывать ее и потом использовать в своей работе в том числе. Вам больше нравится себя запускать или других? Мне нравится больше других запускать. Я поэтому не очень люблю свои запуски. Я объясню, почему даже. Потому что я свой продукт, я роспись запускаю уже третий год. Заебалась ли я? Да. Ну, то есть я свой продукт знаю и для меня, ну, то есть я его знаю уже настолько, что у меня такое ощущение, что мне нечего уже добавить просто. Потому что я эту, ну, я веду его три года. Три года, три года. И не то, что там все плохо или как-то скучно, просто я уже три года это делаю. Конечно, мне интересно запускать новое, безусловно. То, как я задумала этот курс, ну, понятно, что я скажу вам, что это разъеб. Ну, как бы, а кто про свой курс скажет, что это не разъеб? Безусловно, это разъеб. Но я бы подождала. Потому что, опять же, я говорю, я могу поменять. Ну, то есть мне нравится, когда ко мне приходят, мне прилагают денег, говорю, запусти меня. И все. Ты такой, зачем мне напрягаться, если мне и так денег дадут? Условно. Эксперт вообще буксует и не снимает сторис вообще ни в какую. Можно запуск устроить только текст фото, да? А еще можно делать вещи, чтобы таких ситуаций не возникало. Вы можете готовить контент заранее. Я так делала с одним блогером. Мы один... Ну, я не один запуск сделала без блогера. Но был у меня такой запуск, когда человека вообще не было. То есть бывает, что блогер, он присутствует, но мало. То есть он как бы есть, но его нет. Вот это тоже туда же. А это вообще... Ну, то есть он даже, вот знаете, вот как будто он вот в лесу, у него нет телефона, давайте представим, на необитаемом острове. И у нас нет связи никакой. Мы даже не можем понять, там, нравится ему, не нравится. То мы делаем, не то мы делаем. Даже спросить у нас некого. У нас даже куратора нет. То есть была у меня такая ситуация, это было очень интересно. И в тот момент я вот почувствовала себя, это было полтора года назад. И вот в тот момент я себя почувствовала совершенно директором всего. Потому что я поняла, что если я сейчас не приму на себя эту ответственность, потому что ко мне приходит команда и смотрит на меня. Хотя я была в том числе, как и копирайтер выступала. И ребята смотрят такие, типа, а что мы делаем? Я понимаю, что в этот момент ты либо как бы делаешь морду кирпичом и такой, так, я знаю, что мы делаем, мы делаем все правильно, все хорошо. Либо ты начинаешь тушеваться. И когда начинается это перекладывание ответственности, потому что, безусловно, конечно, все боятся в этот момент, ничего хорошего просто не получается. Кто-то должен взять лидерство. И в тот момент я такая думаю, ну, значит, буду я. И мне так понравилось это. Я такая думаю, а вообще-то это неплохо. Вообще-то это интересно. Богиня, спасибо. Спасибо. Я сделала губы не для того, чтобы вы мне комплимент писали. Ну, и, конечно, для этого тоже. Но мне по-прежнему нравится общаться на экспертные темы. Не хотелось бы совсем стать Оксаном Самойловым. У меня, кстати, пять минут осталось до конца эфира. Если зайдет, я могу еще раз потом перезайти. Ну, в принципе, с темой запуска, я думаю, мы... Ну, и даже не тема запуска, а тема, типа, чего проверить перед запуском. Можете рассказать, что вы еще проверяете игры, что, может быть, я упустила. И, кстати, по последним трендам хочу вам сказать тоже интересное такое замечание. Очень классно делать финальный дроп через Reels. Если вы еще не делали так. Финальный дроп через Reels вообще топ за свои деньги. Ваши родители случайно не священники, конечно, священники. Чтобы полюбоваться губами, это и грустно. Зачем дело? Ну, как бы, такие комментарии меня, если честно, расстраивают. Потому что я хочу, чтобы вы заходили ко мне на эфир, чтобы послушать какую-нибудь хорошую, интересную информацию, чтобы рассказать мне что-нибудь интересное. Спасибо, много идей возникло. Я рада. Вот такие комментарии меня действительно радуют. Это что губы? Губы у полунаселения России женского. Что теперь? Губы и губы. Наконец-то мне не надо использовать увеличительный фильтр. Вы за курсы или наставничество? Я за наставничество. Значит, безусловно. Я же как ментор еще работаю, кстати. Вот тоже графа моих заработков. Я работаю как ментор. У меня вот завтра, например, три консультации подряд. И для меня это про... Ну, такую прям... Я сама хожу к менторам. То есть я сама предпочитаю, если есть такая возможность. Не всегда она есть. Но стараюсь работать точечно. Для меня это очень комфортно, важно. Я вот даже на пилон начала ходить. Вы этого не знаете, а Звездный Радикал знает, я показываю. Я начала ходить на пилон. И то я хожу на правед уроки не потому, что я стесняюсь, а потому, что мне очень важно, чтобы был мой темп. Чтобы был соблюден мой темп, чтобы я себя комфортно чувствовала. Потому что мне надо выкладываться же на полную мощность в этот момент. И мне так проще, когда мой темп опять же соблюден. Когда я могу говорить нравится, не нравится. К вам можно прийти на консультацию? Да, можно прийти на консультацию. Я дробь буду делать, скорее всего, в конце февраля. Потому что, к сожалению, до середины марта у меня уже нет местной консультации. Я делала дробь в начале января. Вот мы людей как бы заполнили до конца февраля, до середины марта. А дальше уже я сделаю дробь. Я думаю, на март, на апрель уже можно будет записаться в том числе. Я не делаю так. Ну, как бы, мне нет смысла сейчас просто вас записывать на март, потому что все сто раз поменяется. Я делаю уже ближе как бы к тем датам. Я думаю, что в конце февраля я открою запись. Вы меня вдохновляете. После эфиров пишу текст. Это очень хорошо. Это очень радостная душа. Машенька, что за классная песня в начале эфира? Песня Полина Пинки. Очень люблю Полину. А еще, кстати, мы готовим фотосессию разъеб. И если все будет так, как в моей голове, то 14 февраля я вернусь к вам с контентом. Но, опять же, не знаю. Мне очень хочется рассказать эту идею, но мне не хочется все испортиться, потому что, грубо говоря, в моей голове это очень красиво. Что такое дробь? Дробь — это дробь. И дробь еще бывает, это когда стреляют дробью, наверное. Я что-то... У меня время просто без 7 минут 10 вечера. Я такая, типа, что такое дробь? Что? Вот. Ну, супер. Спасибо большое, что вы присутствовали на этом эфире. Если вам было полезно, а вам было, я думаю, полезно, что же вы зря сидели, что ли, вы можете, собственно, написать мне в комментариях. Дробь, наверное. Может быть, дробь. А, дробь. Это английское слово «ронять» в Америке так «дробь». Как капля или «уронить» переводится дословно. Это значит что-то выкинуть на рынок. Так это говорят американцы, когда, например, Найки новые кроссовки выпускают, они делают дробь. То есть они как бы роняют его на рынок, и люди его расхватывают. Вы такая молоденькая. Мне казалось, что вы старше. На самом деле мне 42. На этом мы с вами закончим. Но спасибо за то, что я молоденькая. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok